Касым Жумар Тукаев подписал поправки в жилищное законодательство. Они направлены на совершенствование механизмов господдержки казахстанцев по улучшению жилищных условий. Среди нововведений централизация учета и распределения жилья в стране. Функцию единого окна создадут на базе Отбасы Банка. Это позволит упростить процессы получения жилья и сделать систему более прозрачной и доступной. При этом Отбасы Банк продолжит субсидировать часть арендной платы за жилье в частном секторе и будет по-прежнему предоставлять льготные ипотечные займы. Согласно новому закону, распределение жилья среди граждан будет происходить по дате постановки на учет и уровню доходов. Важно, что приоритет в обеспечении жильем получат ветераны, многодетные семьи и другие социально уязвимые группы. Уровень доходов также станет определяющим фактором для получения госсубсидий или льготных ипотечных займов. Согласно новым поправкам, право на постановку на учет смогут получить все казахстанцы, не имеющие жилья в течение последних пяти лет. Это расширит возможности для граждан, нуждающихся в жилье и позволит обеспечить более справедливое распределение господдержки. Новый закон дает право гражданам приватизировать арендное жилье без права выкупа по остаточной стоимости. Это предложение касается примерно 55 тысяч граждан, в основном социально уязвимых категорий. Порядок приватизации в целом останется неизменным, то есть по остаточной стоимости с возможностью оформления в рассрочку до 10 лет при внесении первоочередного взноса в размере 30%. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...